Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я рада представить вам новое видео из рубрики «100 кило кукол! Сравниваем, выбираем, покупаем». В сравнительных обзорах подобного вида я соединяю сразу четыре направления, то есть получение посылки, распаковка, обзор и сравнение. И сегодня уже шестая серия, а героем данного видео будет всего один персонаж, имя которого пока неизвестно. Надеюсь, подобного рода видео помогут определиться вам с выбором на ту или иную куклу. Ну и перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Уже нажали? Ну а теперь можно резать эту посылку. Что ж, познакомимся с содержимым. И первая коробочка, которую я вижу, это серия Head Testing Party. Вы еще помните эту серию? Итак, это Сидор или Кедр Вуд, кто как привык говорить. И я держу в руках коробку старого типа, это нереально клево. Следующая коробочка в этой посылке, это Spring and Sprank. Вау, посмотрите, какая она большая. И тоже Сидор Вуд. Ну а далее следует Сидор Вуд из коллекции Birthday Bowl. Ммм, и отличительной особенностью этой серии является невероятный запах. Помню, как многие в интернете, в том числе и я, возмущались насчет вот этих вот коробок. Типа, это же даже не коробка, а просто пластиковая картонка. Но знаете, по сравнению с ребутом, это просто супер. Не будем ничего лишнего говорить. Итак, и следующая кукла, которую я вижу в этой посылке, это базовая Сидор Вуд. Самая первая Сидор, с нее-то и началась коллекция этого персонажа. И вуу, она очень детализированная и клевая. И не хуже, чем следующая кукла. И да, как вы можете заметить, это кукла первого выпуска, что сейчас нереально ценится. Ну и наконец, я рада представить вам последнюю куколку в этом наборе, но это не значит, что вам надо отключаться от меня. Итак, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вы, наверное, сейчас думаете, а где кукла? Но на самом деле самые прошаренные и настоящие Ever After High Lover уже знают, что тут за куколка. Но я вам покажу ее позже. Так что смотрите до конца. Как вы догадались, сегодня речь пойдет об Ever After High, а именно о персонажей Сидар Вуд. Многие привыкли называть эту веряшку Кедри Вуд. Всего в коллекции Ever After на конец июня 2017 года представлено 6 куколок. Серию Sugar Coated сегодня мы, к сожалению, не увидим. Для более детального рассмотрения и сравнения предлагаю достать всех куколок из коробок. Сидар Вуд – милая, общительная и открытая девушка. Она дочь знаменитого героя из итальянской сказки «Приключения Пиноккио». Однако на эту героиню наложено проклятие, из-за которого другие ученицы не спешат делиться с ней потаенными мыслями. Она всегда говорит правду и совершенно не умеет хоронить чужие тайны. Если бы не это ее особенность, друзья были бы с ней откровеннее. Отличительной особенностью куклы является ее необычное детализированное тело. Сидар – марионетка, и поэтому ее тело сделано с имитацией древесной текстуры. На месте всех шарниров, плечи, локти, колени по бокам изображены заклепки. Просто настоящая марионетка. Скинтон тела Сидар, конечно же, коричневый с золотистым оттенком. И мы плавно перешли к разделу «Обзор», предлагая сначала рассмотреть самый первый выпуск Сидар Вуд – «Базовая». Базовая кукла Сидар Вуд из серии Ever After во многом повторяет повседневный образ девочки, который мы видим в мультфильме. Волосы у Сидар – каштаново-золотистого оттенка. Они очень густые и красивые. Пушистые, немного завитые локоны достигают середины бедра. Прошивка великолепная, что и свойственно базовым куклам первой волны. С одной стороны косичка украшена зелененькой заколочкой – кузнечиком. Мне кажется, этот аксессуар является самой мимимишной деталькой в образе Сидар Вуд. Макияж куколки выполнен в теплых коричневых оттенках. А еще у куклы приятное выражение лица. Губы у нее покрашены очень интересно, как у марионетки, и на первый взгляд напоминает губы Купидон. Однако отличия в форме все же есть. Имитация древесной коры обрамляет все ее личико. На Сидар – хорошее платье в германском или даже нидерландском стиле. Оно выполнено преимущественно в розово-фиолетовых оттенках. Из нескольких видов тканей и застегивается на липучку. Как и все базовые куклы, Сидар очень богата на аксессуары. У нее есть и серьги, и колечко, и даже браслет. Гольфики Сидар – золотистые, из блестящей ткани с фиолетовыми ленточками. Туфельки она носит просто замечательные. Босоножки сделаны на высокой коричневой платформе с розовыми застежками. А платформа – просто чудо детализированная вещь. В общем, кукла вышла невероятной милахой с отличной детализацией. Помните, что эта куколка первого выпуска, а не перевыпуск. И если вы не знаете, в чем разница, то обязательно посмотрите сенсацию номер один на моем канале. Ссылку я оставлю в описании. Еще одна милая кроха, но на этот раз и серии Бездэйбол. Или же, как шутит мой папа, Бездэбол. Только цыц, я вам этого не говорила. Особенность Сидар заключается в том, что ее наряд пахнет сладким десертным запахом, а именно апельсиновой печенькой. Дочь Пиноккио в коллекции, посвященной вечеринке в честь дня рождения, не слишком изменилась в плане скинтона или молда тела. Ее ореховый цвет кожи остался, как молдированные узоры под дерево. Еще одна особенность серии – это необычная расцветка волос. Роскошные темные локоны Сидар стали ярко-розовыми с примесью нодок люрекса. Прямые волосы достигают кукле до пояса. Поверх роскошной прически нежно-розовый ободок с бантиком. Платье нежное и скромное, но со вкусом. Оно выполнено из бело-розовой ткани. Вверх украшен цветочным узором и рукавами до локтя, завершающимися фиолетовой оборкой. А узорная пышная нижняя юбка сделана с узором дерева, подобно базовой версии. На ножках Сидар Вуд Бездей Боу нежные открытые туфельки с фиолетовыми бантиками. Следующая кукла, о которой мы сегодня поговорим – это Сидар Вуд из старенькой коллекции Хэт Тейстик Пати. Вы еще помните эту серию? Лавандовыми прядями прошита вся голова куклы по ее периметру. Мне очень нравится этот цвет, он яркий и безумно идет ей. На глазах Сидар носит трехслойные тени. На голове шляпка-ободок кораллово-розового оттенка. Она в нем просто сказочно прелестна. Воротник платья Сидар съемный и сделан из черного пластика. Для чайной вечеринки Ever After High Сидар Вуд выбрала просто удивительный наряд. Розовый атласный лифт платья продлен короткой пышной баской от талии. На юбке лилового, оранжевого и белого оттенков красуется древесный принт. На ножках Сидар носит носочки в сеточку лавандового цвета с розовой каемочкой. А будто кукла в сиреневые туфельки с открытой пяткой и золотой платформой. Туфельки имеют рельеф древесной коры, а на ремешках молдированные оборочки. Потрясающие туфли и кукла! Еще одна интересная серия Spring and Sprang. В этой коллекции очаровательная Сидар Вуд выглядит очень милой и романтичной. Ее пушистые тяжелые кудри каштановой копной лежат на спине, а две пряди уличика покрашены в лиловый и розовый цвета. Макияж Сидар выполнен под цвет прядей в волосах. Тени на глазах темно- и светло-розовые с перламутром. Губы с имитацией под рот марионетки. Венок Сидар в основном состоит из пышных цветов розового оттенка с небольшим добавлением белых. На плечах крупные эпалеты розового цвета. От них к поясу идут пластиковые подтяжки с соединением на груди. Пояс и подтяжки светло-розового цвета, украшены различными завитками и цветами. Роскошный наряд героини Вуд в этой коллекции способен поразить даже самую искушенную модницу. Платье с рукавами до локтя. Лиф и верхняя юбка платья светло-розового цвета с черным принтом в виде рисунка древесной коры. На ногах у куклы красуются босоножки. Выглядят они богато. Высокая шнуровка достигает колен, а спереди босоножки декорированы бело-черными пушистыми цветами. Всего их пять на каждой босоножке. На десерт я оставила эксклюзивную куклу Ever After High San Diego Comic Con International 2016. Марионетка Сидер или Кедр Вуд. Если смотреть на куклу в профиль, видно, что нос у куклы очень длинный. Рот на самом деле не закрывается. Но его можно сильно придавить к лицу куклы, и он будет выглядеть закрытым. Мейкап у куклы яркий, как и положено марионетке. Брови кусты коричневого цвета, а тени состоят из трех слоев. На щеках Сидер Вуд изображены веснушки и кукольный румянец. Сидер Вуд выполнена как самая настоящая марионетка с новым типом шарниров. Ручки и ноги марионетки болтаются. На ногах есть крепление для веревочек в виде колец, которые поворачиваются. Маленькому игроку очень легко будет сломать куколку, поэтому Сидер предназначена только для взрослых коллекционеров. В глаза также бросаются ослиные уши. Уши и нос – это часть куклы, и снять их никак нельзя, разве что отрезать чем-нибудь острым. Платье Мисс Вуд многослойное, пышное и расписное. На ножках Сидер – нежные фиолетовые гольфы с розовыми лентами. У куклы массивные золотистые высокие туфли на платформе «Виль часов» с кукушкой. В 2013 году компания Мотел ввела в линейку Ever After High новый кукольный персонаж – это базовый Сидер Вуд. К огромному сожалению, куколка не заняла статус персонажа первой категории героинь, таких как Эппл Уайт и Рейвен Куин. Сидер Вуд – дочь легендарного итальянского Пиноккио, а не дочь нашего сказочного деревянного мальчика Буратино. Этот шалун веселил в легендарном советском фильме Буратино наших старших сестер и братьев, мам и пап, и, возможно, чьих-то дедушек и бабушек. А по результату небольшого социологического опроса, который любезно провел магазин «Белевикс», стало понятно, что мало кто знаком с киномультяжным персонажем, деревянным мальчиком Буратино. Вот и результат – второстепенный персонаж в линейке Эвро Афтер Хай в России. Но для тех, кто все же выбирает себе куколку Сидер Вуд, конечно, лучший вариант – это базовая серия. И если же вы не попадаете на выпуск первой волны, не переживайте, до выпуск выпущен компанией Мотел. В принципе, он вполне удачный, но там есть огромные изменения, но все-таки на все есть своя цена, так что не переживайте. Воздушно-легкое впечатление остается от куколки Хэт Тестик Пати. Милая куколка с сумочкой и чайными прибамбасами в виде чашек на две персоны, ну а также чайник. Кукла идет с подставкой и расческой. А если хочется куклу и побольше одежды и аксессуаров, срочно смотрите в сторону Сидер Вуд из коллекции Spring and Sprank. Есть еще кольцо на пальчик любительницы Эвро Афтер Хай, а стойка также входит в комплект набора. А к подруге Надере само название серии говорит само от себя. Это, конечно же, Бездей Болл. Что тут думать? Хватай коробку с куклой и бегом к праздничному тортику. Экзотика этой серии – ароматизация куклы сладкими запахами, что дает дополнительную тему для обсуждений между девчонками и мальчишками. Ну и безусловно, если вы можете позволить себе любимый комиконовский выпуск Сидер Вуд, то приобретайте. Внешняя коробка имеет просто шикарный вид, а кукла достаточно необычная. К тому же не так часто бывает и кукла, и марионетка одновременно. Разочарование тут исключено. От владения такой красоты, как Сидер Вуд Комикон, исключительно сплошной позитивчик. Рекомендуем! Напишите в комментарии, какая Сидер Вуд нравится вам больше всего, а какая особо не впечатляет. А также, какого персонажа вы хотите видеть в следующем выпуске рубрики 100кг кукол. Мне будет интересно почитать. И не забудьте нажать на кнопочку подписаться и колокольчик под видео, чтобы не пропустить новинки моего канала. Ссылки на мой инстаграм и вк я оставлю в описании. Всех вас очень-очень люблю! Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok